Вы знаете, я хотел бы говорить, я думаю, что одна из самых важных тем в жизни верующего человека. И если вы поймете, или как правильно, если вы примете это слово, как оно есть, и растворите его внутри себя, вы сможете в своей жизни видеть намного больше чудес. Вы сможете видеть в своей жизни очень много проявлений Божьей силы. Мы все с вами на пути следования на небеса проходим через определенные жизненные обстоятельства. Иногда бывают периоды такие, кажется, они невыносимы. Кажется, что вот-вот я сломаюсь, вот-вот что-то со мной произойдет, и я не смогу дальше идти за Богом, я не смогу больше быть верующим человеком. То есть мы проходим через какие-то обстоятельства. Иногда они сваливаются на нас так внезапно, неожиданно, что порой кажется, что мы не готовы к этому. Но тем не менее я верю, что в жизни человека очень много, в жизни верующего человека очень много таких ситуаций и обстоятельств возникает именно по воле Божьей. Именно Бог допускает чему-то быть в нашей жизни, и через это Господь желает прославиться. Слава Иисусу! Я хочу сегодня говорить или читать из нескольких текстов Священного Писания и попробую раскрыть вот эту тему о пути следования, о том давлении, которое оказывается на жизнь верующего человека. И также о том, как пройти через это, что нужно сделать, чтобы пройти через вот эти трудные жизненные обстоятельства, оказаться верным Богу. И давайте мы начнем, наверное, мы прочитаем один текст, первый текст. Это второе послание к Коринфянам. Четвертая глава. Мы прочитаем первый стих и далее с пятого по двенадцатый стих. Второе послание к Коринфянам. Четвертая глава. Апостол Павел пишет, послушайте. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. И дальше с пятого стиха. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. А мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Вы знаете, когда мы читаем подобные тексты, и в данном случае апостол Павел пишет про свое служение, он говорит о некоем давлении, которое постоянно оказывалось на него. И это давление, оно было как снаружи, так и изнутри. Другими словами, он пишет, что я всегда находился в определенных трудных жизненных обстоятельствах. Всегда надо мной было такое определенное давление, которое пыталось сдавить меня, которое пыталось сломать меня. И это правда. Давление через обстоятельства, давление, которое приходит в наш разум, в наше сознание, сомнения, всевозможные страхи, разочарования, давление через гонения от людей, когда нас не принимают, отвергают нас. Мы переживаем эти вещи. Давление, что вот-вот я умру, давление перед страхом смерти. И мы живем в этой жизни, мы пытаемся что-то делать, мы работаем, мы ростим детей, мы служим Богу, но вокруг нас постоянно возникают определенные давления. Они давят на нас. И знаете, что мы делаем обычно? Обычно мы, внутри нас появляется такое желание избавиться от этого давления. Мы молим Божия, избавь меня от этого давления. Я не хочу быть в этом. Я не хочу переживать это. И мы совершаем одну из величайших глупостей, потому что мы не понимаем, что именно через давление приходит Божья сила. Именно давление создают силу. У меня есть две банки. Одна из них полная, а другая пустая. Полная банка, она запечатана. и внутри то, чем она наполнена, оно создаёт давление. Сегодня я уже просил братьев, чтобы они раздавили эту банку. Может быть, есть кто-то посильнее здесь? Кто может раздавить банку? Давай, Сергей. Максим, попробуй, пожалуйста. Савелий, ты не раздавишь банку. Нет. Максим, давай. Попробуй. Брат, помоги мне. На вытянутой руке нужно раздавить. Невозможно. Какой бы ни был сильный человек, сегодня Андрей искал в интернете, думал, может быть, есть в интернете люди, которые могли или смогут раздавить банку одной рукой? Невозможно. Знаете почему? Давление. Внутри этой банки давление, и вы не сможете её раздавить. Не сможете. Нужно давление, которое будет больше давления, которое в этой банке. Тогда можно. Но иначе невозможно. А здесь у меня другая банка. Она пустая. В ней нет давления. И эту банку может раздавить самый маленький ребёнок. На. Раздави её рукой. Лида. Лида. Просто сожми её. Всё. Боже, избавь меня от этого давления. Мне так тяжело. Мне так трудно. Почему это происходит со мной? Эти страхи, эти сомнения. Боже, избавь меня от этого давления. Я устал. Я не могу. О чём вы молитесь? Давление создаёт силу внутри нас. Вот о чём писал апостол Павел. Он говорил, мы вот в этих глиняных сосудах имеем сокровища. Посмотрите, он пишет об этом. Он говорит в 7 стихе, в сокровище мы носим в глиняных сосудах. Мы носим внутри себя сокровище. Что же это за сокровище? Друзья, когда мы с вами приняли Иисуса Христа, и Он действительно чудесным образом откликнулся, мы попросили Его войти в нашу жизнь, в наше сердце. И Христос вошёл внутрь нас. И Он живёт внутри нас. Вчера я услышал интересную мысль, что Бог любит всякий хлам. Это правда. Если мы начнём анализировать нашу жизнь, большинство из нас так и могут сказать, да, я был хламом. Но что сделал Бог? Он возлюбил этот хлам, и из хлама сделал храм. И более того, Он ещё поселился в этом храме. И в этом глиняном сосуде есть сокровище. Что же это за сокровище, которое мы носим? Мы носим сокровище, и мы даже не подозреваем о том, чем мы обладаем. Мы носим Иисуса Христа, Он есть сокровище. И очень часто мы говорим такую вещь. Бог сильный. Для Него нет ничего невозможного. Да. И это сокровище, оно находится в тебе, внутри тебя. Это сила Божья, она находится внутри тебя. Как только ты принял Иисуса, как только ты позволил Ему царствовать в твоей жизни, внутри тебя есть сила. А теперь послушайте. По-человечески у нас есть наша человеческая сила. Правда? И некоторые вещи нам не нужен Бог. Нужно быть честным. В некоторых вещах нам не нужен, не нужна Божья сила. Мы делаем это своей силой, обыкновенно своей силой. Правда? Сегодня вы своей силой пришли. Или нет? Своей. Вы утром встали, помыли, спокойно пришли в это собрание, сели. Но знаете, человек, который инвалид, человек, который не имеет физической силы, он может прийти сюда только с Божьей помощью. Есть сила человеческая, наша сила. И есть сила Божья, которая внутри нас. что же делает давление? Или для чего давление? Первое. Бог посылает в нашу жизнь разные обстоятельства, которые нам не нравятся, которые давят на нас со всех сторон. Мы не знаем, что делать. Бог посылает эти обстоятельства вместе с ними в наше сознание и в наш разум. Приходит много-много вопросов. Почему? Приходят сомнения. Приходят страхи. Давление увеличивается. Через гонение. Вы знаете, самое страшное, наверное, давление, которое я переживал, что-то происходит с человеком. Но он приходит в больницу и врач говорит ему. Знаете, вы больны смертельной болезнью. Вы заболели такой болезнью, от которой вы умрете. Что происходит с человеком в тот самый момент? На него обрушивается огромнейшее давление. И иногда можно видеть, как человек не справляется с этим давлением. Но послушайте, я верю, что Бог позволяет этому в нашей жизни. Первое. Почему? Чтобы показать нам, что в нас. Под моими окнами очень часто ходят люди. они собирают пустые банки. Знаете, что они делают? Они достают их из мусорных вот этих ящиков, баков, потом бросают их на землю и делают вот так. потом поднимают, бросают в свой в свой пакет. То же самое делает враг души человеческой. И если ты пустой, с тобой будет то же самое, что с этой банкой. И не важно, как красиво эта банка выглядит, что на ней написано, что она говорит. Это вообще не важно. Потому что вся суть в давлении. вся суть заключается в том, что у тебя внутри. И если ты пустой, рано или поздно с тобой будет вот то же самое, что с этой банкой. Знаете, и даже молитвенные, молитва за нужды не помогает. Почему? Потому что человек пустой. давление показывает нам, кто мы. Давление показывает нам, что мы представляем из себя. Оно раскрывает нам, что находится внутри нас. Очень часто, когда человек гордый, высокомерный, когда он заслугам, которые Бог ему дал, он эти заслуги присваивает себе. Говорит, что это он такой. В его жизнь приходит давление, чтобы показать ему, кто он на самом деле. Мы очень часто забываем, что мы всего лишь глиняные сосуды. Глиняный сосуд сам по себе не является силой. Но мы так думаем, что если я верую в Иисуса Христа, значит, я сила. Нет. Ты всего лишь глиняный сосуд. И ты преодолеваешь многие вещи только благодаря тому сокровищу, которое внутри тебя. Поэтому давление, оно показывает нам то, что в нас. гордость или я могу. Знаете, есть такие песни, я все смогу, я могу, я все пройду. Да, где-то ты пройдешь, где-то ты сможешь. Но когда в твою жизнь приходят такие обстоятельства, и ты говоришь, я не могу, я не знаю, что мне делать, я не могу, я не смогу, у меня не получится, тогда появляется возможность для того, чтобы Бог что-то сделал, для того, чтобы сила Божья, которая внутри тебя, проявилась через тебя. Я помню тот день, вы знаете, в моей жизни были очень, наверное, тяжелые обстоятельства, но период, который бы, наверное, я не хотел, чтобы он повторился, вот правда вам скажу, я не хотел бы, чтобы он повторился. Меня привезли домой 10 лет, примерно 10 лет назад, 9, привезли домой из больницы абсолютно недвижимого, я не мог поднять ни руки, ни ноги, я не мог встать сам с кровати обслужить себя, я просто лежал на кровати, молодой парень, я никогда не думал, что такое произойдет со мной. Когда ты лежишь, и ты целыми днями просто смотришь в этот потолок, и он начинает раздражать тебя, и все вокруг начинает раздражать тебя, и жена, и дети, и церковь, и вся эта жизнь, ты лежишь беспомощный, ты не можешь ничего сделать, здоровый парень, но знаете, именно тогда, именно в то, в этот сокрушенный сосуд, именно в такие обстоятельства, в которых ты находился, под этим высоким, сильным давлением извне и изнутри, ты говоришь, все, я больше не могу, делай со мной, что хочешь, я больше не могу, ты уже готов? готов? все, ты точно, ты теперь больше сам ничего не можешь, все точно, ты готов? да, ты же видишь, что я готов, ты же видишь, что я не могу даже поднять руки, все, так ты готов, твоя рука не может ничего сделать, да, да, ты готов, теперь я буду делать, теперь буду я делать, и тогда Бог начинает делать, второе, почему приходит давление в нашу жизнь, это тоже важно понять, давление приходит для того, чтобы жизнь Иисуса открылась в нашем теле, еще раз послушайте, давление приходит с целью, чтобы жизнь Иисуса Христа открылась в нашем теле, когда ты говоришь, я больше не могу, у меня нет на это сил, тогда Христос начинает жить через тебя, тогда ты начинаешь делать то, что ты никогда в своей жизни бы не сделал, ты начинаешь поступать так, как ты бы никогда не поступил бы раньше, ты начинаешь жить, как Христос, потому что по-своему, по-старому ты уже жить не можешь, ты начинаешь всех прощать, Знаете, когда ты лежишь и тебе говорят, ну все, тебе осталось совсем чуть-чуть, готовься к вечности, ты же ведь всех сразу простишь. Правда? Нужно же примириться с Богом, нужно всех простить. Это правда. Давление, оно помогает нам открыть жизнь Иисуса Христа в нашем теле. Вот сейчас я хочу свои слова, я хочу закрепить их на нескольких примерах из Библии. И первый пример мы прочитаем с вами из Евангелия от Марка, 14 глава. Давайте мы откроем с вами. Будьте очень внимательны. Мы посмотрим, как давления приходили в жизнь Иисуса. И как Он преодолевал их, как Он боролся с ними. И как через эти, посредством этих давлений, Божья сила, она проявилась в жизни Христа. 14 глава, с 32 стиха, будьте внимательны. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И Он сказал ученикам Своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Якова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. Скажите, кому знакомо такое чувство? Ужасаться и тосковать. Ужасаться и тосковать. И Он был не один, Он взял с собой троих. И там, в молитве, Он начал ужасаться и тосковать. Что Он начал переживать? Что начал переживать Он? Давление. Посмотрите. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно». Посмотрите, насколько сильным было давление на Иисуса. Он говорит, «Душа моя вот-вот умрет». Он находился в таком состоянии, что Он понимал, «Вот-вот и я умру». И это беспокоило Его, это тревожило Его. 35 стих. «И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час всей». Посмотрите, это похоже на нас с вами. Когда на нас сваливается давление, нас посещают сомнения, страхи, ужас. Мы хотим избавиться от них. Мы говорим, «Боже, пусть это минует меня. Пусть не случится это. Пусть не произойдет это. Пусть минует. Мы отказываемся от этого». Посмотрите, то же самое было с Иисусом. Это давление давило на Него. Он так же, как и мы с вами, переживал, чувствовал это. Это не было дано Ему легко. Но дальше, посмотрите. Он говорит, «Отец, все возможно тебе». Он это знал. Все возможно. «Пронеси чашу сию мимо меня». Это было Его человеческое желание. Пусть эта чаша пройдет мимо меня. Но дальше, посмотрите. Он как бы приходит в себя. Он говорит, «Но ничего я хочу, а чего ты». Вот к чему ведут нас давления. Ведет нас давление. Вы слышите? Вот конечная точка давления. Когда ты говоришь, «Боже, я не могу». Все. Эти страхи настолько одолевают меня. Эти обстоятельства жизни настолько сдавливают меня. «Я больше не могу, Боже, я не могу». И потом ты останавливаешься и говоришь, «Господь, теперь давай ты». Я готов. Давай ты. Мы читаем это бодрствование или борьба. Она проходила три раза. Три раза он находился в таком состоянии. Это не было один раз. Три раза. Но послушайте 42 стих. Когда все это закончилось, когда закончилась эта борьба. Посмотрите 42 стих. Очень интересный. Смотрите, что он говорит. Он приходит к спящим ученикам и говорит, «Встаньте, пойдем». Вот приблизился предающий меня. Послушайте, он не говорит, «Встаньте и убежим». Идет Иуда, и там римские солдаты. Они сейчас схватят меня. И они будут мучить меня. И они вознесут меня на крест. Посмотрите, что он говорит. Он говорит, «Встаньте, пойдем». И мы видим другого Иисуса, спокойного, готового. Ни один человек, братья мои, сестры, не смог и не сможет перенести те страдания и те мучения, которые перенес Иисус Христос. Вы просто прочитайте, вдумайтесь, прочитайте о Его страданиях, вдумайтесь, и вы увидите, ни одному человеку невозможно своими человеками, своими силами пройти через то, через что прошел Иисус Христос. Но он прошел это. Почему? Потому что давление, которое было оказано на него, оно вытеснило его человеческие желания и дало место силе Божьей проявиться. И он прошел через все это, потому что Божья сила действовала в нем. Вы слышите? Это важно понять. Створить. Оно приводит нас к тому состоянию, когда мы говорим, я не могу больше. И когда во время давления я принимаю решение, Отец, да будет воля Твоя. Отец, я сделаю то, что Ты скажешь. Скажи, что мне сделать, и я сделаю. Именно в таком положении. Внутри нас это сокровище, оно начинает оживать, оно начинает проявляться. Приходит Божья сила. И Христос, Он не только прошел через все эти мучения и страдания, вытерпел это Божьей силой, Он еще принес нам победу. Та же сила, которая помогла Ему пройти через страдания. Та же сила воскресила Его из мертвых. Аллилуйя! Та же сила, она смогла изменить нашу жизнь, наше сердце, наше отношение к мировоззрению. Это все та же сила. Та же сила, она живет внутри тебя. И она готова и способна явить жизнь Иисуса. Еще один текст, давайте мы глянем. Книга Деяния апостолов. Двадцать восьмая глава. Вы знаете, история здесь повествует нам о том, как апостол Павел через кораблекрушение прибыл на остров Мелит. И там на этом острове, на острове произошел один случай. Я хочу, чтобы вы ну, представили себя на месте Павла. Спавшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. На племенники оказали нам немало человеколюбия, пишет апостол Лука, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хороста и клал на огонь, то ехидна, или ядовитая змея, выйдя от жара, повисла на руке его. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек-убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но Павел, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Удивительная история. Удивительная. Вы знаете, когда ты читаешь, думаешь, какой удивительный этот человек. Его укусила ядовитая змея, а он ее просто в огонь, так знаете, стряхнул и пошел, продолжает делать свое дело. Все так как-то легко, так смотришь, как-то просто. Вы знаете, я себя представил. Но апостол Павел, он же не был Богом, правда? Они думали, что он Бог, но он не был Богом, он был обыкновенным человеком, как мы с вами. Правда, да? Правда? Он пишет о себе, что я был, ну, из грешников первый. он ставит себя на число грешников номер один, он говорит, я первый из всех грешников. И вдруг мы считаем эту историю, он так с легкостью как-то эту ядовитую стряхнул и продолжал заниматься своими делами. Я представил себя на его месте. Змея кусает меня в руку. Это не просто какой-то ужик, это ядовитая змея. Я чувствую этот укус и я чувствую, как яд проникает в кровь. Какое мое будет первая ну, как, реакция? По-человечески. Что делать? Когда еще смотрят на тебя эти люди, они так, они знают, что это ядовитая змея. Они много раз видели на этом острове, много людей погибло от этих укусов. И они смотрят на тебя и ждут, когда ты умрешь, когда ты упадешь мертвым. Какая реакция? Когда меня укусила змея. Первое, я бы начал спрашивать, так, что делать, что делать? Больницу надо какое-то противоядие. Я чувствую, она меня укусила. Яд, яд змеиный попал в кровь. Это произойдет, меня парализует. Как же, как же? Ну, когда в нашу жизнь приходит давление, приходят какие-то ситуации, неужели мы так с легкостью все это воспринимаем? Нет. Что он пишет? Апостол Павел пишет, мы отовсюду притесняемы. Он пишет, мы в отчаянных обстоятельствах, мы гонимы, мы низлагаемы. апостол Павел апостол Павел всегда чувствовал давление. И в тот самый момент, как обыкновенный человек, в тот самый момент, когда его укусила ядовитая змея, он так же, как и мы, он чувствовал давление. он чувствовал давление, но он знал, давление, оно высвобождает силу. Давление, оно высвобождает силу. Чем больше ты поднимаешь штангу или берешь в руки гантелю, чем чаще ты это делаешь, от этого давления, веса, ты становишься сильным. И апостол Павел знал про это. Он знал. Он знал, что через давление приходит сила. Он знал. Внутри его была борьба. Это правда. Но он знал. Наверное, что-то больше, чем мы. Раз его реакция была, он встряхнул змею. Была ли внутри его борьба? Была. Но он знал. И то, с чего мы начали, он пишет, мы имеем служение, но мы не унываем. И всякий раз, когда мы в стесненных обстоятельствах, всякий раз, когда мы чувствуем, что эти обстоятельства давят нас со всех сторон, даже не с одного места, но со всех сторон. Можете себе представить? Можно было закричать, Бог, где ты? Мы потерпели корабли крушения, и вот сейчас мы чудом спаслись, мы выжили, и эта змея, она вновь меня кусает. Но именно в таком положении он пишет, 10 стих, 2 Коринфянам, 4 глава. Мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле. Вы знаете, если бы меня укусила змея, я уверен, что меня наполнили бы страхи. Но когда тебя укусила ядовитая змея, и все вокруг ждут и смотрят, что ты умрешь, и нет никакой скорой, нет никакой больницы, нет страхового полиса, у тебя остается единственное, что? Что остается единственное? Боже, я ничего не могу. Все. Посмотрите, этот человек, он не молится после укуса, он не призывает кровь Иисуса, он не прогоняет эту змею, он просто стряхнул ее, он просто стряхнул и продолжал делать свое дело. В чем отличие нас и апостола Павла? Он всегда носил мертвость Господа Иисуса Христа. Это была его жизнь. Мы же мертвость Господа Иисуса Христа применяем только в особых случаях. В большинстве случаев мы пытаемся справиться своими силами. Да, и в чем-то мы справляемся, но в чем-то проигрываем, в чем-то опустошаем. Мы отказываемся от этого давления. Но апостол Павел знал, если пришло давление, время умирать. Для себя. Время умирать. Для своей силы. Время действовать Богу. Поэтому он просто стряхивал. Бог, теперь можешь помочь только ты. Что за удивительный этот человек, апостол Павел? И змеиный яд не брал его. Он свертывался там, наверное, в крови. Эти ядовитые частицы выходили наружу. Он даже не высасывал этот яд. Послушайте. Он просто стряхнул змею в огонь и продолжал делать то, что он делал. Сила Божья, которая внутри его, она начала действовать в тот момент, когда в его жизнь пришло давление. Как он справился с этим давлением? Очень просто. Боже, я больше не могу. Так. Я не могу. И второе, да будет воля Твоя. Я ничего не могу сделать, да будет воля Твоя. И воля Божья была в чем? Чтобы Павел остался жив и чтобы дошел до Рима. Потому что там, в Риме, ему нужно было проповедовать Евангелие. Так он расправлялся с давлением. Я ничего не могу сделать в данной ситуации, да будет воля Твоя. Или скажи, что мне сделать, и я сделаю. Вы знаете, друзья, вот сегодня мы смотрим, у нас в церкви, вообще даже, ну, в других местах, люди выходят с плакатами, пишут там библейские надписи и выходят на улицу. Я и представить себе не мог, что я однажды выйду. Я думал, это ненормальные люди какие-то. Ну, с чего вы взяли, что я возьму с плакатом, выйду на своем районе, где я все время жил? С чего вы взяли? Я жил здесь, на этом районе, меня здесь все знают. И вдруг я как ненормальный выйду с плакатом и буду стоять. Иисус, путь истинной жизни. Нет, нет, вот так говорить, конечно, при встрече я смогу. Я говорю, я встречался с людьми, общался. Ну, с чего вы взяли, что я выйду и вот так вот буду стоять? Я всегда считал, что это какое-то ненормальное действие. Но знаешь, когда ты лежишь на кровати, и ты ничего не можешь сделать, ты просто лежишь, тебя размазали по ней, то ты говоришь, Боже, я больше не могу. Скажи, что делать. Скажи, что делать. И я сделаю. Я сделаю. Ты готов? Ты точно готов? Да. Что нужно сделать? Я сделаю. Ты точно готов? Да. Возьми плакат и выйди на том районе, где ты живешь. И в тот момент мне вообще было все равно. Мне было все равно на людское мнение. Мне вообще было все равно, потому что мне хотел, мне нужно было выйти. И я вышел. Давление, оно создает или оно приводит нас к высвобождению Божьей силы и Божьей воли. Я помню, когда в болезни моя жена, она купила мне специальную подставку для интернета, чтобы я лежа мог, ну, для компьютера, чтобы я лежа мог иметь возможность выхода в интернет. И я лежал. И вы знаете, как-то пришла ко мне мысль. Почему бы не попробовать сделать сайт? Поймите меня правильно, у меня нет никакого высшего образования. Я не заканчивал там курсы даже по программированию. Я даже понятия не имел, что это такое. Но просто пришла мысль. Может быть, от того, что мне нечем было заняться, и я просто лежал. Я решил попробовать. И вы знаете, у меня получилось. Я не знаю языка программирования до сих пор, но я могу сделать любой сайт. Любой, абсолютно. От простой страницы, ну, визитки до сайта магазина. Как это пришло? Боже, я здоровый мужик. Я не могу обеспечивать свою семью. Я лежу на кровати и не могу обеспечить свою семью. У меня трое детей, жена, мне надо как-то жить. Я не могу больше. Все, Боже. Скажи, что мне делать? И бывали такие моменты, когда я делал какой-то сайт какому-то заказчику, и я не знал, как правильно его сделать. То есть, не зная языка программирования, я не знал. Я ложился спать и говорил, Господи, я не знаю. Я не знаю. Это давление. Я не знаю, как это сделать. Как это сделать? И вдруг ко мне приходила мысль, ты знаешь, ты сделай просто вот это, нажми туда, это туда, это перенеси туда, и все получится. Я подрывался, брал компьютер, делал это, и у меня получалось. Мы в наших сокровищ, мы в наших глиняных сосудах имеем сокровища, носим сокровища. Послушайте, вы даже не представляете, что внутри вас. Какая силища внутри вас. Мы даже не представляем. Апостол Павел знал, он встряхивал этих змей, которые кусали его. Испытывал ли он давление? Конечно, он испытывал, но в этих давлениях он знал, давление, приходит давление, придет сила. Нет давления, не будет силы. Есть давление, будет сила. И знаешь, на тебя постоянно вот так наступают, как на эту банку, потому что ты не осознаешь и не понимаешь всей важности того, что есть внутри тебя. Твоя проблема, ты смотришь на свое давление, на свою проблему. У Павла она была намного серьезней, серьезней. Но он стряхнул ее. И люди увидели. Что увидели? Они увидели жизнь Иисуса. Они посмотрели на Павла, и некоторые из них говорили, это Бог. Вот чего добивается Господь от нас, чтобы окружающие люди увидели в тебе Бога. Поэтому давление, оно обязательно будет, если ты посвятил свою жизнь Иисусу, оно придет обязательно для одной цели, чтобы выдавить из тебя жизнь Иисуса Христа. Итак, что я должен делать, когда приходит давление? Боже, я больше не могу, у меня нет сил. А я готов. Что я должен сделать? Я готов это сделать. И именно через это, принятие этого решения, будет явлена сила Божья через тебя. Я знаю, что многие из вас проходили через это. Если сейчас спросить, есть и будут свидетельства, когда вы скажете, да, со мной было что-то подобное. Я попадал в такую ситуацию, с которой я не знал, как выбраться. Я просто сидел и ждал. И Бог являл свою силу. Посмотрите, эти трое юношей, Сидрах, Месах и Авдинага, книга Даниила, они отказались поклоняться золотому истукану. Просто отказались. Они говорят, мы не будем это делать, мы никогда это не делали. Наш Бог против, чтобы мы делали это. У этих людей была хорошая жизнь. Они достигли того, к чему, возможно, ты стремишься. Но в один из дней на них было оказано такое сильнейшее, мощное давление. Они оказались перед лицом смерти. Им был дан выбор, либо поклонитесь золотому истукану, либо вас бросят в печь. И они чувствовали жар печи. Печь была так раскалена, что люди, которые находились рядом с этой печью, они просто сгорели. Так сильно горела эта печь. Эти трое юношей чувствовали жар печи. И знаете, им не было от этого тепло. Я уверен, что их посещали страхи, сомнения. Они даже говорили, Бог может спасти нас, но если Он не спасет нас, мы приняли решение. Мы не будем поклоняться золотому истукану. Они говорили, мы не можем ничего сделать, но мы останемся верны Богу. Господь, мы будем делать то, что Ты говоришь нам. И когда их бросили в печь, мы читаем в этой замечательной истории сила. Сам Христос пошел с ними в печь. Тот, который придумал огонь, Он и сохранил их от огня. И ничто не повредило им. Явление Божьей силы. Вот к чему ведет нас Господь. Вот что Он хочет. Поэтому давление нам нужно полюбить. Когда оно приходит, нам нужно понять, что, возможно, Бог допустил это в твоей жизни. И Он допустил это лишь с одной целью, чтобы явить через тебя жизнь Иисуса. Павел пишет, всегда носим в теле мертвость Господа. О, если бы мы научились этому методу, всегда носить в теле мертвость Господа Иисуса. То есть всегда быть как будто приговоренный к смерти. Всегда быть в таком состоянии, чтобы не давать возможности проявляться самому, ну как, своему Я. Тогда проходить через многие трудности, обстоятельства станет намного легче. Давление. Может быть, ты сегодня проходишь через какое-то давление, я не знаю, но это хорошая возможность для того, чтобы что-то изменилось в твоей жизни, для того, чтобы пришла сила, сила Святого Духа. неограниченная, могущественная, могущая сделать то, чего ты не можешь и никогда бы не смог, но она может. Она может вывести из тебя из такого состояния, из которого сам бы ты никогда не вышел. Это сила, которая находится внутри тебя. Позволь Иисусу, позволь ему проявить себя. Позволь ему. Давайте мы встанем на наш ной. Дорогой наш Господь, тихо, неожиданно, тихо, да,